Центром притяжения для представителей городов-побратимов Самары, белорусов и болгар стал памятник Петру Алабину. Гости говорят, что поражены тем, как самарцы относятся к своему знаменитому городначальнику и ценят его добрые дела. Два города, Самару и Старозагора, связывает общая история. В 1877 году монахини Иверского монастыря вышли Триколор в поддержку православным болгарам в русско-турецкой войне. С тех пор Самара и Старозагора – города-побратимы. В промышленном районе есть даже улица Старозагора, на которой до сих пор остались магазины с болгарскими названиями, например, «Мартиница». Красимира Чахова рассказывает, впервые побывала в Самаре в 1986 году, потом приезжала на чемпионат мира по футболу. И вот снова здесь за эти годы город стал краше. Самара впервые имеет очень много исторических мест, которые можно посмотреть. Самара была запасная столица Москва, Самара – космическая столица России, Самара – космическая столица России. Имеет очень хорошая и длинная набережная. Имеет замечательный оперный театр. Люди в Самаре дрожжелюбные, гостоприимные. Приехали увидеть живописную набережную и гости из города-побратима Самары в Белоруссии – Могилева. На встрече обсуждали прошлогодний форум регионов, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве двух государств. Всех самарцев я поздравляю с праздником, с днем города. Вам повезло и с погодой, и с условиями. Вы многого достигли за этот год. Это всегда приятно. Вперед, с верой в то, что вы можете многое, и вы обязательно сделаете свой город лучшим городом земли. Приезжайте к нам в Могилев. Гости уверены, такие встречи – начало большого партнерского пути трех дружественных государств. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События.